Пятидесятилетие Дома культуры отмечают жители ГК Отзорского сельского округа. Поздравить селян с замечательным событием прибыли многочисленные гости. Депутаты Совета города-курорта и ЗСК, представители администрации. Сегодня Дом культуры переживает второе рождение. В стадии завершения капитальный ремонт здания. Глава выделил денежные средства и клуб выглядит в принципе как новый. Я очень этому рад и хочу сказать, что глава города и в целом мы будем и дальше уделять внимание развитию культуры, народных традиций. Всего того, что воспитывает в человеке духовные ценности. Все то, что дает нам дальше с надеждой смотреть вперед. С подарком, ноутбуком для Дома культуры приехал депутат ЗСК Николай Иванюшкин. Мы живем действительно в одной большой дружной семье. То, что нет больших конфликтов межнациональных здесь. В этом огромная роль учреждения культуры. Еще раз от души поздравляю вас с праздником, с юбилеем. Желаю здоровья, благополучия в ваших семьях. И чтобы культура приходила в каждый дом каждого жителя села Гайкадзор. Центр армянской национальной культуры подарил новогоднюю елку. Греческая община Витязева – картину для украшения обновленного интерьера Дома культуры. На сцену выходят один за другим коллективы, исполнители, которые дарят своему второму дому лучшие номера художественной самодеятельности. Приехали поздравить коллег юные артисты ансамбля «Соловейка» – вокальный ансамбль «Мелодия» села Варваровки. За 50 лет в Доме культуры Гайкадзора родились и принесли славу городу-курорту многие коллективы. Старожилы вспоминают, как Гайкадзор стал победителем всероссийского конкурса в 70-е годы, получив необычное интересное звание «Поющее село». Муж был художественный руководитель, в 7 часов утра за ним приезжали и везли на какое-то из отделений. И где-то до 10 вечера, в 10 вечера заканчивалась последняя репетиция. Но не было просто человека, который не пел. У нас даже был хор водителей совхоза. В конце года ВЦСПС подводила итоги. Нам вручили грамоту победителя этого конкурса «Нам песня «Стройте, жить помогает». И итогом этого был показ нашего совхоза по центральному телевидению. Передача была «Сельский час», называлась «Поющий совхоз». Сегодня блистает на престижных сценах народный армянский танцевальный коллектив «Ахпюр». И его спутник – образцовый художественный танцевальный коллектив «Родничок», которыми руководит Галина Овсепян. Завоеванных ими высоких наград на фестивалях и конкурсах не с честь. В творческих коллективах и любительских объединениях Дома культуры занимается сегодня более 150 человек. В арсенале работников культуры удобные кружковые помещения, современная светозвуковая аппаратура. И благодаря спонсорам более 40 комплектов сценических костюмов. У коллектива Дома культуры большие творческие планы и возможности их воплотить. Лариса Басова, Александр Кореневский, Анапа. Регион.